Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт. И Мария Телесникова, гинеколог и репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, а иногда даже с юмором, обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии Ред Барн. В цвет нашего сегодняшнего подкаста у меня состоялся очень интересный разговор с моей свекровью. Мы обсуждали умение моего свекра варить борщ и ее кулинарные способности. Она мне призналась, что когда она мыла сковородки, то у нее мигрень начиналась. А поговорим мы сегодня о гендерных стереотипах, которые так или иначе влияют на наших детей и вообще на людей, конечно же, в будущем в целом. Да, и очень интересно, что я сегодня сказала такую фразу о том, что, говорю, слушай, если бы вы 20 лет назад разобрались, что он варит борщ, а ты этим делом не занимаешься, было бы, наверное, может быть, как-то полегче жить. А она говорит, а мы вот только сейчас разделились. Он вот кашеварит, ему очень нравится. Ему очень нравится жарить котлеты для внуков, борщи варить, утку запекать. А совместно они вот холодец перебирают. И я говорю, ну вот слушай, он занимается нетипичным для мужика делом, ведением кулинарного мира в вашей семье. А ты ешь? Она говорит, да. И вот как здорово. Что такое типичное и нетипичное тогда? А вот мы как раз разбирали вот это все, потому что, когда в семье очень много, скажем так, вот этих вот непонятно, чего они так устоялись, когда сейчас... Боялись признаться, может быть, друг другу. Потому что так принято. Вот принято, что женщина должна убираться, готовить кушать, а мужчинам деньги зарабатывать. Вот, наверное, они как бы всю жизнь с этими стереотипами и жили. Я как-то прочитала текст одной женщины, которую очень уважаю. Она так громогласная еще во времена Фейсбука. Призналась, что драйвить квартиру, варить борщи и штопать носки она остервенела ненавидит, но может за это заплатить и организовать этот процесс. Вот, и на этом считает свои полномочия все. И она тогда пожелала такого же исхода всем женщинам, которые вообще-то не испытывают оргазмических ощущений от домостроя классического, где мама в переднике, дети причесаны, а папа пришел с работы. Вот мы недавно совсем с мужем обсуждали обилие мужей на детских площадках, которые увлеченно играют, вообще-то правда увлеченно, не вымученно, а увлеченно играют детей. Сейчас тенденция, это правда, меняется, слава богу. По каким критериям? Во-первых, стало очень много фрилансеров, да? Раньше папа с 9 до 6 работали. На заводе. А сейчас этот папа может вообще-то 2 часа в день поработать, а все остальное время мама, например, с 9 до 6 работает. И кто, как не папа, будет сидеть с малышом или с малышкой? Здорово ведь. Мне на самом деле очень нравится эта гибкость, потому что для меня все-таки стереотип – это нечто такое заскорузлое. Искорузлое, очень ригидное, очень мешает жить, но существует. А вообще, знаете, что такое стереотип? Это как вот такая форма. Ну-ка. На самом деле, по сути, это форма полезная. Потому что когда стереотип, мы используем тогда, когда нам не хватает знаний о чем-то. Для того, чтобы выйти. И чтобы взаимодействовать с этим объектом, с этим процессом, мы добавляем какой-то стереотип. Вот, например, ну, какой-то стереотип. Сырые же женщины сволочи, например. А почему ты сейчас на меня смотришь? Вот. Я же не знаю, как с тобой взаимодействовать. А учитывая этот стереотип, я так буду осторожничать, например. То есть это то, что помогает нам взаимодействовать, не зная первично. Или, например, все блондинки тупые. Например. Поэтому, да, это то, что мы так присматриваемся к чему-то, чтобы хотя бы начать с этим что-то делать. А потом разбиваются. Но я за то, что стереотип все-таки проверять. Очень интересно. Одна моя подруга родила ребенка. И это совершенно очаровательный мальчик с восточной внешностью. И у него длинные до плеч волосы. Он не выглядит, как девчонка. Но она суперстильно его одевает. Но она не одевает его в голубое поло и синие джинсы. Он одет в разноцветную одежду. При этом совершенно точно понимаю, что это мальчик. Уж не знаю, по каким сигналам. Вот. Но она мне говорила, что люди спрашивают. А что ты его не пострижешь? А зачем? Ну, а еще момент, когда... Вот я, например, с дочкой гуляю. Мне понравился синий костюм. Мы купили ей синий костюм. Да. Ну, и то, что у нее нет бантика на голове. И что, типа, у нее короткие волосы. И спрашивают. А, как? Сколько вашему мальчику? И там кто-то рядом стоит. У нее розовый сандалит. Это девочка. Ты такой бантик, как половой признак. Бантика нет. Пол определить невозможно. Как самый первичный. Бантик, да. Очень интересно. Нет, первичный половой признак, это как раз-таки цвет пеленки. Голубой или розовый. Вернемся в роддом. Да, помните, слушайте, так что, о чем мы говорим? Вспомните гендерпатию, о которой мы обсуждали на подкастке. Вот четенько. Голубой, розовый. Все, нет других вариантов. А представь запутать толпу и выпустить фиолетовый газ. Вот этот вот. Сами придумайте. Нам просто нравится фиолетовый. Да. Поэтому у нас гендерные стереотипы начинаются как раз-то еще вот тут раньше. Я хочу вам сказать, кстати, про гендерные стереотипы. Я исследую эту тему, очень так интересно, и как раз-таки про детей. Мы начинаем использовать гендерные стереотипы, пользоваться ими тогда, когда уже узнаем пол ребенка. Уже тогда у родителей вот начинаются какие-то фантазии по тому, какая она будет балерина или хозяйка, как они будут ее... Принцесса. Да, принцесса, папочки на принцессу. Вот. И также, ну, точно есть надежда на мальчиков. О, вот там папа, да, мечтает, что он станет... Мамин бродяга, папин симпатяга. Да, симпатяга, что он станет таким футболистом. То есть на самом деле посыл начинается, ну, фактически... И, кстати, развитие сексуальности человека начинается с того, когда родители узнают его пол. Я очень люблю драконец своего мужа на тему того, что наш ребенок вообще-то может стать стилистом или дизайнером одежды, как мама. И он тогда начинает, у него начинает трястись подбородок, потому что... Он ретроград, он ретроград, потому что для него это... Не работа? Он не считает это работой или как? Ты знаешь, судя по... Судя, потому что... Нет, я думаю, что он не считает это каким-то мужским делом. У нас же есть мужские дела и женские дела. Мы с вами за рамками подкаста сейчас в прелюдии, скажем так, обсуждали вот эту тему, когда я своему сыну говорю, поцелуй дедушку. Дедушке тоже начинает трястись подбородок, он говорит, мальчики не целуются. Я говорю, сейчас я включу видео с Брежневым, и мы с тобой поговорим. На самом деле вот это вот всё. Мальчики не целуются, мальчики не... Вот самое, что меня сейчас больше всего обижает, когда мой 5-6-летний малыш разбивал коленки, и от души я видела, как он рыдал. Ну, ему больно, конечно. Больно, конечно, он будет плакать. А ему? Не плачь, ты же парень, ты же мужик. Да, ты же мужик. И я всегда говорю эту фразу о том, что если мальчик не будет плакать столько, сколько ему положено в детстве от разбитых коленок, то он может в 35 навернуться от инфаркта. Да, это я точно знаю. Недавно это обсуждали на каком-то из подкастов уже. Да, да, да. На самом деле я же сейчас зайду в свое психотерапевтическое место. В свое метлое. И правда, к чему это приводит? На самом деле есть такое понятие, как даже нормальная мужская алекситимия. Алекситимия – это бесчувствование, не способность проживать, называть свои чувства. И у нас в стране она прям как будто нормы уже проходит через мужчин. На самом деле это все воспитывается рано, мальчик не должен плакать. Мужчинам очень много ограничений, тогда им невозможно прожить свои чувства. И правильно, Катя, ты сказала про инфаркт? Да. Потому что психосоматика – дело как бы серьезное на самом деле. И то, что мы женщины, но нам разрешено проживать свои эмоции, мы в этом плане можем подольше пожить, а вот им не очень-то можно. И тогда у них выход какой? Либо алкоголизироваться, либо умереть, либо сначала алкоголизироваться, а потом умереть. Вот я сейчас не то чтобы пугаю мам-мальчиков, но все-таки я хочу предложить позволять проживать детям свои чувства должным образом. Это не сделает их феминными, это не превратит их, не изменит их как-то ориентацию. Они просто будут жить в своей нормальной жизни, и из этого вырастут классные, нежные, понимающие мужчины. Сейчас сразу хочется две ветки взять. Первую – сексуальность, о которой ты очень сказала, потому что мне кажется, точнее, нет, я убеждена, что если мама, папа, ну там семья, да, будет взращивать ребёнка, знакомить его с чувствами, с миром, с тем, что они и у мужчин, и у женщин бывают иногда вообще-то одинаковые. Я уверена, что если мужчина и женщина сядут смотреть фильм «Хатика», то, скорее всего, обоим в какой-то момент станет очень грустно. Возможно, не до слёз. Но чувства они испытают похожи, и очень здорово, если оба в них признаются. Мне вот, знаете, такая сразу какая-то хрестоматийная картина, где женщина сидит, плачет, а мужик такой… Он вообще-то на самом деле тоже очень сопереживает. Пурчит, такой сидит. И он такой, да чё, нормально всё, ну сдох, ничего страшного. Вот. А вторая вещь о том, очень важно родителям тоже быть знакомыми с этими чувствами. То есть, знаете, когда у нас появляется ребёнок, у нас есть второй шанс. Если мы сами в детстве не познакомились, мы можем через детей тоже это сделать, таким образом сами к чему-то прийти и вообще-то им очень сильно в детстве помочь. Потому что очень мало ведь людей… Вот ты всё время говоришь эту фразу словами через рот. Очень мало кто использует эту потрясающую функцию, сказать вместо там… Промолчать просто даже. Вашу маму промолчать, там ударить кулаком по столу и сказать, я сейчас взбешён и рассержен, и я не нахожу слов для того, чтобы там описать свои чувства. Пожалуй, я сейчас… В смысле, зачем это делать, когда можно сразу дать леща, как у нас принято в большей степени. На самом деле, вот эти все… Мне очень за сердце хватает, когда я вижу маленького мальчика… Которого строят, да? Да, которого строят, который говорит, ты же мужик, ты же пацан, пацаны не… А он дитя. А он дитя. Из-за этого вырастают очень агрессивные мужчины, которые склонны к насилию. Вот я хочу, чтобы сейчас меня наш слушатель или, правда, услышали, кого вы воспитываете таким способом. Потому что есть две тенденции воспитания, если мы говорим про насилие. Если в отношении женщин, девочек, применяется какое-то физическое насилие, то они выбирают потом… Да, они выбирают себе насильников, а если в отношении мужчин, то они становятся насильниками. Поэтому, блин, ну, друзья, ну, давайте как-то нежнее, с большой любовью. Неважно, это мальчик или девочка. Это прежде всего ребёнок. Прежде всего ребёнок с своими чувствами. Ему больно, ему страшно. Знаете, тот папа сам не может признаться в этих чувствах. Ему тоже наверняка бывает. И больно, и страшно, и обидно. И он также воспитывает своего сына. Мне очень-очень-очень жаль. Мне в этот момент приходит… Я очень люблю бывать на стадионе. У меня муж ярый, фанат футбольный. И когда мы бываем на стадионе, там у мужчин есть полная свобода выражения своих чувств. Такого яркого проявления мимики я не видела, пожалуй, даже в немом кино. Потому что они орут, плюются, до слёз ругаются на какой-то факап своей любимой команды или на судью, которого намыло. И вот они орут, они там друг друга тормошат, подталкивают. Они ведут себя, как бы сейчас сказал какой-нибудь, не знаю, лохматый старовер, как бабы. То есть они проявляют свои чувства в полной мере. Где мы себя так ведём, девочки? В караоке. В принципе, это две крайности одного и того же. И вот я тоже очень хочу, чтобы у людей была такая яркая картинка о том, что наши чувства, они очень похожи, мужские и женские. Они у нас человеческие. Чувства это, мне кажется... Ведь, вот Юль, ведь не бывает мужских и женских чувств? Нет, не бывает. Вот, не бывает. И цветов мужских и женских не бывает. И дел, смотрите, и дел мужских и женских в целом-то не бывает. И правда, что такое вообще гендерная идентичность? На самом деле, ребёнок растёт, развивается. Мы все рождаемся со своим биологическим полом. У нас есть биологический пол. Там набор, там бывает хромосомный, какой-то генитальный, да. Генетический. Да, генетический материал. Да, есть какой-то пол. А потом формируется так называемая гендерная идентичность. То есть идентичность, когда ребёнок может сказать, мальчик он или девочка. Вот он как-то это присваивает в течение какого-то времени. И хорошо бы, чтобы к пяти годам ребёнок точно знал, мальчик он или девочка. Потому что если дальше он как-то сомневается, могут быть вопросики. И он узнаёт мальчика или девочка не через розовые, понимаете, пелёнки, не через голубые, не через то, что ему покупают машинки вместо кукол или куклы вместо машинки, а совершенно по другим принципам. Он узнаёт их с помощью вот как бы идентичности со своим родителем, с тем или иным. То есть в принципе ребёнок знает, что он мальчик и девочка. Если у него всё, если он как бы гармонично развивается. Сейчас я подцепила это слово. Не надо специально воспитывать его мальчиком или специально воспитывать его девочку. Он уже. Это такой процесс. И я хотела тебя спросить о том, вот ты сказала очень важное, когда могут быть вопросики. То есть если это нормальное абсолютно течение семьи, воспитание, там нет никаких не плачь, не играй в куклы, у папы нет истерики, если вдруг мальчик берёт пупсиков и интересуется ими. И в какой момент мы можем, скажем так, озаботить вопросом, если мы не понимаем, что происходит? Когда ребёнок не знает ответа на вопрос. А, ага. Простой тест, короче. Попробуйте спросить у четырёхлетки, когда он только начинает в это входить. Типа, ты кто? А что, ты что, у неё мальчик? Или ты кто? Её девочка. То есть они знают про себя. Вот когда они это говорят, всё в порядке. На грудном вскармливании забеременеть невозможно. Как часто этот миф слышат молодые мамы? А как много из них убеждаются в обратном, увидев две полоски на тесте спустя несколько месяцев после родов? Вернуться к половой жизни после родов можно далеко не сразу. С твоей репродуктивной системой после родов происходит следующее. Сперва нужно дождаться, пока пройдут лохи. Выделения, похожие на длительную менструацию. Так твой организм самоочищается после родов и вынашивания ребёнка. Кстати, для комфорта и удобства можно воспользоваться послеродовыми трусиками, которые всё быстро впитывают. Затем, в период грудного вскармливания, твоё тело действительно вырабатывает гормоны, которые мешают зачатию. Но чаще всего их недостаточно для того, чтобы работать как, например, презервативы. Не стоит полагаться ни на гормоны, ни на отсутствие менструации. Это не помешает яйцеклеткам быть готовыми к оплодотворению. Более того, ты можешь даже не узнать, когда наступит эволюция, если только не сделаешь тест. Поэтому мы рекомендуем тебе воспользоваться проверенной и надёжной контрацепцией, если только ты не готова к тому, чтобы родить погодок. Постарайся найти время на саму себя. О том, чтобы не искать средства для гигиены и расслабления, уже позаботились в Нэппи Клаб. Скрабы, гери для душа, кремы и даже тканевые маски для лица. Собери свой бокс удовольствия. Дорогая мама, твой ребёнок – это самое главное сокровище, забота о котором с первых дней его жизни ложится на твои плечи. Но ты не одна. О комфорте твоём и твоего малыша уже позаботились Нэппи Клаб. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Теперь тебе не нужно искать подгузники, искать отзывы и надеяться на то, что повезёт с первого раза. Нэппи Клаб создали целую линейку товаров для тебя и ребёнка. Их линейка косметики не содержит аллергенов, опасных отдушек и опасных компонентов, которые могут навредить тебе или твоему ребёнку. Позволь себе расслабиться и оставь решение твоих проблем на Нэппи Клаб. От двух полосок до трёх лет. Ссылка в описании. Помню одну девочку, которая с увлечением забивала гвозди. Я нашла в сарае молоток. Просто это увлекало процедуру меня невероятно. Я обожала рубить дрова, лазить по деревьям. И всё это увлекало меня абсолютно не меньше, чем другие детские дела. Я намеренно не говорю слово «девчачьи». И мне было равно интересно с мальчишками ездить на велосипеде. И всё такое прочее. Мне нравились, жутко нравились боевики. И точно так же нравился сериал «Просто Мария». Ну, то есть вот я не помню, чтобы мне говорили там, ну ты же девочка, ты же девочка. У меня всегда был очень громкий голос. Я такая была всегда активная. И когда я стала вот постарше, уже ближе к подростковому периоду, я от своих подруг слышала. Слушай, ну вот как-то надо... Ты же девушка. Ты же девушка, ты же как-то себя вести. Да, да. Я вот так сожалею, что я послушалась, потому что я, возможно, растеряла какие-то свои первобытные плюсики. Слушайте, интересно сейчас просто в тему моя младшая дочь. Кстати, я своим детям никогда не говорила, ты же девочку, у меня две девочки. И нормально все, как бы губы красят, смотрю, там, за мальчиками, ну, переглядывают. Сейчас они смотрят сериал «Пацанки». Мне Соня тут недавно выдала. Мам, а ты знаешь правила одного бокала? Я говорю, в каком смысле? Что за правила? Я не знаю. Какие мог быть правила? Сейчас тебе скажу. Леди, настоящие, истинные леди, могут пить только один бокал шампанского. Почему я не знала этого в 11 классе? Наспор выпивала бутылку водки. Вот, понимаешь? То есть какая-то вот история, видишь, это тоже же какая-то вот, ну, это какой-то тоже стереотип. Ну, видишь, ребёнок как-то впитал. И так приглядывает теперь за мной по пятницам, скажем так. Когда у тебя очень большой теперь, видимо, бокал стоит такой, не такой полуторалитровый. Слушайте, на самом деле, я сейчас вот представляю утренники, да, эти детские, ненавистные абсолютно мною события, но наблюдать за этим всем очень мило. Девчон в платьях, в разных там каких-то ярких костюмах. Мальчики-зайчики. Мальчики-зайчики, да. Вообще-то мальчик-зайчик. Мальчик-зайчик. И всё это очень здорово, когда мы уже можем видеть там таких оформленных четырёх, пяти и дальше детей, которые уже точно знают, что они мальчики, девочки, что девочек можно дёргать за косички, и они краснеют и всё такое прочее. Вот сейчас хочу поближе к девчонкам переключиться. Девочка-сорванет. Девочка, которая не хочет носить бантики. Девочка, которая не хочет носить, подвергается, опять же, поскольку у нас тут истинно женский подкаст, подвергаются намного большему давлению на самом деле. Пацаны много чего прощают вообще-то. И вот когда девочки не хотят носить платье, обрезают волосы и всё такое прочее, вот опять у меня вопрос, надо ли переживать, как должны себя повести родители в этой... У меня внутренний ответ. Понаблюдать вообще-то за ребёнком. Всегда понаблюдать. Да, я согласна. Ребёнок развивается, он сегодня может хотеть отрезать волосы, завтра он захочет отрастить. А послезавтра покрасить их в розовый. Они на самом деле, смотрите, вот они вот всю эту историю, они, во-первых, есть там период такой, сюжетно-ролевой игры, полуролевой какой-то игры, они себя пробуют. Помните этот период, когда... Семью играем, да? Да, играем в семью. То есть они, ну правда, во всё это играют. И они будут ещё играть и пробовать себя до там лет 15-16 в раз. То есть всё нормально. Они, ну, понимаете, дети растут и себя ищут по-разному. И она пробует себя. Слушайте, а я знаю такие истории, мне кажется, когда в 10 лет девочка сорванец такая, а к 15 такая вырастает, расцвела. И такая становится нежная. И такая становится какая-то вся... Ну, правда, вообще дети прекрасные люди. Главное не мешать. Дети прекрасные люди. Они сами разберутся. Разберутся. Слушайте, ну вот я думаю, что если родители сейчас, ребята современные в основном, да, если мы берём какой-то такой от 30 до 40, я сейчас огромное количество вижу мальчишек в розовых рубашках с удлинёнными волосами. Там с плюшевым мишкой мальчик заходит в кафе. И это так прикольно, это так мило. Мне вовсе не хочется сказать, вы чё, растите девчонку. Никогда у меня не было такого посыла. И хорошенькие такие пацаны в спортивных костюмах или в футбольной форме меня одинаково умиляют. Вот. Ну, когда вот начинаются обсуждения, на меня нападает такая тоска, что, ну, что ты её одела во всё серое? Она же девочка. Или типа мешковатая. Что за стиль такой? Ну, если ребёнку так комфортно, почему бы и нет? А вы знаете, сколько людей, сколько мам переодевают своих девчонок? Вы знаете, как вообще мамам, особенно таким перфекционисткам, которые привыкли, которые таким нарциссическим немножко, которые привыкли всегда выглядеть очень шикарно, как им невыносимо, когда рядом с ними растёт девчонка, вот такой сорванец, который там лишний раз зубы не хочет почисть, может быть, в плане протеста, который майку там грязную не готовит. Это правда. И я знаю это продавливание. Юля, а не часто так бывает? Мамы не разрешают отрезать волосы. Я очень хочу, мамы не разрешают. Мне кажется, что это какое-то, знаешь, испытание сознания таких мам. Звоночек им такой о том, что посмотри, есть другая жизнь, есть другое хорошо. И здесь вообще-то можно тоже понаблюдать, поэкспериментировать и себя иначе узнать. Может быть, и в тебе тоже это... Нет, 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 нет. Для таких мам невыносимо, что их девочка не такая, как принцесска, которую она себе напридумывала. Ты знаешь, наверное, очень неполезно для родителей заранее вырисовывать вот эту вот мечтательную картину. Вот мой пацан вырастет и станет футболистом. Пацан вообще мяч в глаза не видит, а видит, например, краски. Или, там, не знаю, ландшафтный дизайн. Или еще что-то такое. Или он танцор, если может он всю жизнь хочет посвятить творчеству какому-то. Да, ну танцоры — это вообще особенная история, потому что там же костюмы, там же и макияж тоже. А ты что, про брейк-данс забыла? Это же вообще прям пруха такая. Слушай, сейчас я прям в детство окунулась, пацаны в широких штанах. И, кстати, кстати, вот тогда, когда мне было лет 12, и брейк входил вот в нашу... Тогда их им говорили. Би-бой их называли. Да, да, и были бигерл. Да, и были бигерл. Которых не воспринимали тоже поначалу, а потом они прям такие классные девчонки влели. А ты вообще помнишь, что в это самое время... Сейчас Юля отключилась, потому что она уже тогда все. А в это самое время этих пацанов, которые милировали волосы, обесвечивали их, вставляли серёжку в ухо. От пятой мошенники такие. Ой, серёжка аморалов. Если ты меня сейчас слышишь, я тогда была с тобой. Вот, тогда тоже они говорили, что что это вообще за такой пацан покрасил волосы. Сейчас пойди скажи кому-нибудь, да? Я знаю супер брутального. Мужчину он грек. Он максимально маскулин. Он обесвечивает волосы. Это совершенно не делает его никаким ни феминным, ни женоподобным, ни уж точно никуда не смещает в сторону его мужественности. Потому что человек ярко понимает о своём гендерном... Гендерной идентичности. Идентичности. Он гендерно идентичен. А я при лежании. Гендерное при лежании – это когда ты ведёшь себя как настоящий гендер твой. В общем, это наша история. У нас в стране было, когда мальчик, который себя ощущал мальчиком, и он родился с парными половыми органами. У него были и женские, и мужские. У него был половой член. Интерсекс это называется. Пол-интерсекс. Да, да, да. У него был половой член, и, как я поняла, мать сделала операцию и удалила мужские половые органы, оставила женские. Но он себя ощущал мальчиком, а мама хотела, чтобы у неё была девочка. Да, да. Сейчас приняли решение, что запрещены все операции до момента вот именно вот этого периода гендерной идентичности. Раньше делали как проще, на самом деле. Интерсекс там где-то, ну, есть какой-то процент людей рождаются, это человек, ну, как бы... Аномальное развитие. Аномальное развитие, да, безусловно. И раньше всегда принимали решение, что, ну, что хотите, ну, что, шьём, что там, отрезаем. Вот. А сейчас рекомендация, сейчас запрещены эти операции, рекомендация, чтобы ребёнок достиг того возраста, когда он может сам определиться. Есть такие страны, как, например, Таиланд, где это чёрный рынок операций. И я много путешествовала по Азии, и мы вот разговаривали там с местными ребятами. И в Таиланде вообще-то большое горе, когда рождается мальчик. Потому что неудобно. Потому что мальчик столько денег в семью не принесёт. Женщина, вот. Судя по всему, в Азии женщины более работящие. Недавно тоже было большое обсуждение в сети о том, что мальчик из какой-то восточной семьи, или из Узбекистана, или из Казахстана, он из многодетной семьи, он подросток, и он начал делать маникюр. И зарабатывать на всю семью. А его соотечественники подвергли осуждению. Такой выбор профессии для мальчика, который делал своей работой, он закрывал все потребности семьи. То есть он зарабатывал. По какой-то причине там мама, потому что много детей не могла работать. Да. Типа, кого вы растите из своего ребёнка? Настоящего мужчину, который в раннем возрасте взял на себя ответственность за свою семью, за свою маму, за своих сестёр. Зарабатывать и кормить. Зарабатывать и кормить. Это самое главное. Что при этом делает этот мальчик, это совершенно не важно. Ну и по сути-то ничего такого осуждаемого-то он не делает. Сейчас мы, знаете, к чему очень важному подошли. Вообще-то к тому, что все эти скрепы, стереотипы, висящие буквально топором над детьми, которые что-то для себя выбрали не по энциклопедии, очень сильно... Которая, знаешь, одна для девочек, другая для мальчика. Да, да, да. Не по этим энциклопедиям, если они что-то для себя выбрали. Вот. Если мальчик выбрал танцевать, а девочка выбрала для себя проектирование нефтяных объектов вдруг, то получается, что если их в этот момент переучивают, как левшу когда-то, то очень многие их таланты, способности, самоопределения, коммуникативные способности, они очень сильно страдают из-за этого. Потому что ребёнок может закрыться, он может вообще-то сильно пострадать из-за этого. Особенно, когда это не там... Мама с папой очень сильно расходятся во мнениях, да? Мама втихаря водит мальчика на рисование, а папа его заставляет смотреть по вечерам бокс. Что происходит в голове у этого ребёнка, который вынужден... Он вынужден, на самом деле. ...лавировать вообще между родителями. Он знает, что папа будет ругаться. Ну или когда вводят на секции, которые вообще ребёнку не нравятся. Мама там захотела, чтобы дочка занималась танцами, она её вводит насильно. Она говорит, я не хочу, я не хочу, мне это не нравится. Она может хотеть заниматься самбо, например. Ну да. Да, а если... Вот мне хочется на самом деле сейчас сказать родителям, которые нас обязательно слушают и услышат, находите для своих детей компромисс. Если вы так уж хотите, чтобы ваш ребёнок себя попробовал в каком-то там чисто мужском спорте, попробуйте вместе выбрать секцию, которая будет его хотя бы интересовать. Если ваша дочь захотела на шахматы, то попробуйте подумать о том, что это вообще-то очень интересное занятие, правила игры, которые не менялись четыре с половиной тысячи лет. Она-то вообще-то как женщина может там много для чего себя найти интересного. Катя, ты даёшь очень сложные задания. Знаешь, я про то, что говорю, что ты говоришь о том, что не всем доступно, а не всем доступно заметить вообще своего ребёнка. Заметить его отдельным каким-то. Вот это ты подцепил. Мы ещё сейчас на час наговорим. Заметить его с его особенностями, с его желанием. Потому что самое главное, чего есть, что мама или папа хочет футболиста. И папа хочет футболиста, и это может быть такая ломка. Даже девочка. Да-да-да. Ну вот, дело всё глубже чуть-чуть упирается. То есть для родителей ребёнок это как продолжение, как рука, как нога. И что это моя нога, которая должна быть не тем, чем я хочу. Да. Вообще-то очень интересно заметить своего ребёнка. Он же вот, он же всегда есть. Это подкаст Мазерлоуд. И с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова